Ну а далее будем говорить о ситуации на фронте, продвижение вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении, попытки Российской Федерации атаковать на Купинском. Ну и 15-е заседание формате Рамштайн. Какие вопросы обсудили и какие результаты этой встречи? Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, к нам присоединяется. Сергей, доброе утро. Доброе утро, господин. Начнем с заседания формате Рамштайн, 15-го по счету. Танки Абрамс скоро будут на поле боя. Завел глава Пентагона Ллойд Остин на встрече. Есть ли понимание, когда конкретно мы можем ожидать этих танков и в целом о результатах Рамштайна? О чем шла речь? О чем удалось договориться? Что Украина получит? Какую помощь от союзников? Что касается танков Абрамс, нужно понимать, что эти танки уже давно готовились. Мы ожидаем их прибытия в Украину ко второй половине сентября, как минимум. То есть буквально на днях. Но нужно понимать следующее, что использовать их на поле боя нужно в определенный момент, в определенном качестве. То есть тогда, когда создадутся предпосылки для действительно оперативного успеха после прорыва обороны противника и возможности осуществлять масштабные маневры. Только в этом случае. Бросать танки против окопов, против укрепленных позиций на сегодняшний момент, в сегодняшних условиях операции, которые ведут силы обороны Украины, бессмысленно. Поэтому появление танков мы ожидаем в ближайшие дни на территории Украины. Но как они и в каком качестве будут применяться и когда это уже будет принимать решение наше военное руководство. Что касается заседания «Рамштайн», то в формате «Рамштайн» нужно понимать, что это уже 15-е, как вы сказали. И в этом есть очень позитивный момент, потому что мы говорим о коалиции стран, которые полностью поддерживают Украину в ее действиях. И таким образом расширяют сотрудничество с Украиной и расширяют спектр поставок вооружений и боевой техники. Есть рабочие моменты, есть необходимость уточнить некоторые позиции, есть разночтение в вопросе получения дальнобойных ракет. То есть по словам генерала Милли, он считает, что нам больше нужны силы противовоздушной обороны. Да, действительно, это так. Но нужно понимать, что если мы говорим о каком-то более расширенном сотрудничестве, если мы говорим именно о изменении концепции боя, то нам нужны будут и дальнобойные ракеты. Опять же, очень важным есть то, что все понимают прекрасно необходимость поставок боеприпасов для Украины, особенно артиллерийских минометных боеприпасов, поставок боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов, что в первую очередь обеспечивает потребности обороны Украины. Также есть необходимость, есть понимание того, что Украине нужно поставлять средства противоаминной защиты, разминирования и так далее и тому подобное. То есть сотрудничество продолжает расширяется, и мы уже можем теперь говорить об антипутинской коалиции «Рамштайн», о такой коалиции, которая состоялась и которая позволяет нам с уверенностью планировать наши боевые действия на следующей кампании. Возможная передача Украины «Атакам Сетаурус». Что скажете о перспективах такой передачи? Ну, знаете, я уже неоднократно говорил, что здесь есть объективные факторы, которые могут замедлить поставки этого вооружения, потому что мир к такой войне, которую мы имеем в Украине, не готовился от слова совсем в течение десятилетий. И, как вы понимаете, не было необходимости создавать мощные арсеналы этих ракет, этого вооружения. Я уже приводил в свое время пример, что Франция передала нам 80 ракет «Скальпы», это кажется немного, но нужно понимать, что во Франции всего 400 таких ракет. Я предполагаю, это мое предположение, что примерно такая же ситуация и в вопросах «Атакам Сетаурус». Поэтому, в общем-то, наши союзники в первую очередь понимают необходимость обеспечения своих договорных обязательств в рамках коллективной обороны НАТО по прикрытию своих союзников. И параллельно с этим ведутся работы по увеличению производства и выпуска этих ракет, указанного типа, как, в принципе, и других видов вооружения, в этом у меня нет никаких сомнений, особенно после Вильнюсского саммита, когда было принято решение о развертывании 300-тысячной группировки войск НАТО на восточных рубежах. Эту группировку нужно чем-то обеспечивать, и в том числе этими ракетами, о которых мы с вами говорим. Поэтому нужно набраться терпения, нужно пожелать успеха нашим дипломатам в том вопросе, чтобы они более активно продвигали эту тему, потому что такие виды вооружения нам крайне необходимы. И чем быстрее мы их получим, тем лучше. То, что мы их получим, у меня нет никаких сомнений, но на это уйдет время, и нужно понимать, что фактор времени здесь играет довольно значительный галя. На этом заседании Украину представляет новый министр обороны Рустем Умеров. Как к нему относятся международные партнеры, как отзываются, что вам известно? Ну, знаете, после первой встречи очень трудно сделать какие-то выводы. То есть нужно понимать, что есть такое понятие, как протокольные отношения, есть такое понятие, как личностные отношения. То есть министру, как человеку новому в этой сфере, я имею в виду в сфере взаимоотношений с нашими западными партнерами, еще предстоит наладить определенные рабочие моменты. И тут, знаете, есть понятие как бы персонали. То есть кому министр наидет подход, с кем он сможет сотрудничать, где отношения останутся на уровне официальных отношений. Посмотрим. Для этого нужно время. Но нужно понимать, что нам удалось создать такую систему, при которой смена персонали, в частности министра обороны, не влияет критически на работу всего ведомства и на взаимодействие с нашими западными партнерами. Поэтому давайте дадим министру время и потом будем делать выводы. Говорим о ситуации на Бахмутском участке фронта. Освободив Андреевку и Клещевку, вооруженные силы Украины прорвали российскую линию обороны, заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Эти два населенных пункта ранее эксперты называли ключами к Бахмуту. Какие перспективы это открывает Украине? Ну, нужно понимать, что с освобождением Клещевки Украина окончательно вышла на господствующие высоты, что позволяет нам расширить возможность нанесения ударов. И мы создаем предпосылки для освобождения Курдюмовки как тоже части этой опорной линии обороны противника. Вернее, когда мы освободим Курдюмовку, то нужно понимать, что противник вынужден будет переносить свою опорную линию обороны примерно в район опытного, то есть фактически на трассу, которая соединяет, которая идет на Бахмут. И это серьезно может осложнить логистику противника. И это создает предпосылки для продвижения наших войск. Таким образом, нужно говорить, что сделан очередной шаг в развитии наших действий на бахмутском направлении. Еще раз подчеркну, речь не идет о сверхзадаче окружения в районе Бахмута группировки противника на сегодняшний день. Наши войска в том комплекте, который они имеют на сегодняшний день, выполняют важнейшую задачу удержания противника, удержания войск противника на данном участке фронта и недопущение их перемещения на другие участки фронта, где идут тяжелейшие бои. Я говорю о запорожском и бронянском направлениях на сегодняшний день. В результате боев за Андреевку и Кущеевку были разбиты одни из самых подготовленных частей Российской Федерации. Это 72-я отдельная мотострелковая бригада, 31-я и 83-я отдельные бригады десанта. Как это повлияет, в принципе, на боеспособность российской армии на бахмутском направлении? Есть ли России кем заменить эти бригады? С каких участков они могут себе позволить подтянуть резервы? Вы знаете, это уже вопросы к нашим разведчикам, которые более детально знают о номерах частей и кого можно переврасывать. Я думаю, здесь мы не будем обсуждать. В общем, можно сказать следующее, что, исходя из того, что против нас действует 425-тысячная группировка противника, уничтожение такой значительной части, а именно мы говорим примерно о 10 тысячах войск, как уничтожение этих подразделений и воинских частей, говорит о том, что мы достаточно серьезно ослабляем возможности противника вести боевые действия и фактически сводим на нет его даже перспективные планы по проведению каких-то серьезных наступательных операций. Есть ли противнику кем заменить эти группировки? Ну, в принципе, есть. Нужно понимать, что мобилизация, так называемая частичная мобилизация в России не останавливалась ни на секунду, и противник постоянно подбрасывает людские ресурсы на линию фронта, обеспечивая такое, знаете, противостояние с нашими войсками, что серьезно замедляет их подвижение. Поэтому говорить, что мы осуществляем какой-то, вернее, осуществили какой-то серьезный разгром на сегодняшний день, который позволяет нам выйти на какие-то новые результаты, пока рано, но нужно понимать, что именно из таких эпизодов складывается успех этой войны. То есть мы понимаем, что нам противостоит агрессивный, мотивированный противник, и разгром таких ударных подразделений этого противника есть большим успехом. Потому что с разгромом их заменить их такими же подразделениями будет достаточно сложно, а мы таким образом имеем основания говорить о снижении уровня готовности и боевой подготовки войск, которые ведут бои против украинской армии, что, в принципе, со временем даст нам возможности проводить более успешные операции на большем просторе с большими результатами. Да, и в этом контексте, зачем россияне так упорно вгрызаются в Бахмут и Бахмутское направление? Ну, очевидно же, что вооруженные силы Украины постепенно продвигаются, и так, в принципе, мы можем рассчитывать, что так будет и дальше. В чем смысл удерживать Россию Бахмут? Ну, знаете, мы с самого начала в Бахмутской операции говорили, что есть четкая задача украинских сил обороны измотать подразделения противника и не дать ему продвинуться. В общем-то, эта операция свою задачу выполнила, потому что за 400 дней корпус Вагнера или частная военная компания Вагнера продвинулась аж на 45 километров, что с точки зрения военного искусства является бессмысленной операцией. Но нужно понимать, что россияне стали заложниками своих идеологических штампов, то есть освободив Бахмут, как они заявляли, потерять его через буквально 2-3 месяца для них недопустимо. То есть это ломает штампы российской пропаганды и ломает основу тех мифов, которые упорно создаются российским монополитическим руководством. Поэтому здесь они стали заложником именно своих пропагандистских мифов, и они вынуждены на сегодняшний день удерживать позиции в районе Бахмута, исходя именно не с военных перспектив, а исходя из задач именно политической конъюнктуры. Вы знаете, Сергей, мы просто обсуждая, в том числе и ситуацию в Бахмуте конкретно, все же руководствуемся какой-то элементарной логикой. При том, при всем, что ни я, ни Анастасия, мы не военные эксперты и к военному делу не имеем никакого отношения. Но вооруженные силы Украины неоднократно опубликовали видео из Бахмута, снятое с коптеров. Города нет. Там нет ни одного живого места, нет ни одного уцелевшего дома. И с точки зрения... Ну тут даже уже речь идет не о военной какой-то стратегии, а с точки зрения того, что мы перед этим обсуждали, бюджет российский терпит колоссальный дефицит, фонд национального благосостояния опустошен, нефтегазовые доходы упали в половину. То есть рассчитывая удерживать Бахмут, Россия собирается вбахать какие-то огромные деньги, очевидно, для того, чтобы, не знаю, его восстановить. Его даже сравнять с землей эти дома, это стоит невероятного количества денег. Объясните, пожалуйста, эту логику. Да, я понимаю, что есть эти пропагандистские штампы, идеологические, но все же, это же все деньги. О людях я даже не говорю, потому что Россия людей вообще не ценит. Это нам уже давным-давно понятно. Ну, понимаете, вы просите объяснить необъяснимое, потому что есть логика здравого смысла, которую руководствуемся мы, и есть логика политического заказа или как бы действительности, которую видят, которую создают себе российские пропагандисты. Конечно, и военно-политическое руководство России. Конечно же, никто даже не мыслит о том, что там восстанавливает Бахмут и возвращать его к нормальной жизни. Бахмут сыграл свою идеологическую пропагандистскую роль. То есть он позволил держать напряжение или в некой такой экзантации российское общество в течение нескольких месяцев, что позволило российскому военно-политическому руководству дальше проводить свою агрессивную политику относительно Украины, дальше проводить мобилизацию населения. И, поверьте мне, никто из них не считает деньги. То есть если есть необходимость проводить такие действия, они будут эти действия проводить, не считаясь целесообразностью и вообще здравым смыслом в данном вопросе. Поэтому мы имеем уже с вами десятки и сотни примеров, такие как Попасная, такие как Мариуполь, где противник совершил просто ужасные преступления. И мы теперь говорим о таком понятии, как украинские хиросимы, которые восстановлению не подлежат. Но, в общем-то, и задачи такой не стояла у противника. Россия действует в своем традиционном режиме, то есть уничтожая, сравнивая с землей все, до чего могут дотянуться российские танки, долететь с российских снарядов. Поэтому не ищите логику, там, где ее быть не может просто. Они использовали Бахмут, как, я уже говорил, фактор именно такого политического влияния или создания прецедента пропагандистского, не более того, и не надейтесь, что кто-то в российском руководстве всерьез заботится тем, чтобы восстановить этот город, как и десятки и сотни населенных пунктов на территории Украины. Поэтому для них это стало именно символом пропаганды. И во имя этого символа пропаганды они сейчас и кладут сотни жизней своих солдат для того, чтобы как бы удержать этот символ, который, по сути своей, является просто оберткой, из-за которой нет никакого наполнения, никакого смысла. Вот такая ситуация. Да, еще о ситуации на Лимоно-Купинском направлении. Российская армия пытается там до сих пор прорвать украинскую оборону как обстановка? Ну, на сегодняшний день, если мы говорим о последних двух-трех днях, там, конечно, активизация именно наступательных действий значительно сократилась. То есть противник перешел к усилению артиллерийских обстрелов, увеличению их количества. Но при этом нужно понимать, что они все-таки испытывают такой относительный дефицит боеприпасов. То есть мы не видим такого понятия, как огневые валы, когда артиллерийские боеприпасы использовались, ну, как говорится, безлимитно. То есть обстрелы ведутся, но этими обстрелами они как бы пытаются поддерживать определенный уровень напряженности, не имея возможности на сегодняшний день проводить активные наступательные действия. Их наступательный порыв на сегодняшний момент выдохся, и вот под прикрытием таких вот артиллерийских ударов они пытаются сосредоточить дополнительные контингенты войск для того, чтобы попытаться в дальнейшем опять возобновить свои пехотные штурмы. Британская разведка сообщает о том, что российские оккупационные войска готовятся к наступлению вооруженных сил Украины в ТАКМАКЕ. Расскажите, пожалуйста, о ситуации на Южном фронте, в частности на Запорожском направлении. Ну, на сегодняшний день нужно понимать, что противник, понимая исключительную важность именно Южного направления, бросает все возможные силы и ресурсы для того, чтобы удержать ситуацию под контролем, и это, нужно признать, серьезно замедляет продвижение украинских сил обороны. По некоторым данным, противник кинул подразделение как минимум двух воздушно-десантных дивизий, 76-й, по-моему, и 7-й. Это порядка 10 тысяч только десантников, которые используются в качестве линейной просто пехоты для того, чтобы задержать продвижение наших войск. Но при этом они осознают шаткость своего положения, ту высокую степень напряжения, силы средств, поэтому они готовят к ТАКМАК, к круговой обороне, то есть они укрепляют город в инженерном отношении, укрепляют позиции, разворачивают дополнительные минные поля, инженерные заграждения и так далее. То есть враг готовится к тому, что ТАКМАК может быть окружен, ТАКМАК может быть обойден. До этого еще далеко, по некоторым данным, до ТАКМАКа нам еще идти порядка 20 километров, но такие перспективы враг видит, мы тоже ощущаем эти перспективы. Поэтому напряжение боев продолжается, и враг, несмотря на это, все-таки готовится к тому, что линия обороны может быть прорвана на этом направлении. Спасибо вам, Сергей, что присоединились. Сергей Грабский, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт, говорили о ситуации на фронте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...